Всем привет! Меня зовут Зюба Дарья. Да, это я. По вступительной песенке вы поняли, что сегодня будет что-то интересное. И сегодня я пробую на себе ту самую магнитную маску. Эту маску мне заказал мой супруг, потому что он сказал, что ты обязательно снимешь видео и ты обязательно попробуешь эту маску. На что я Резона ответила, что да ладно, уже все все сняли. Камон, зачем я буду это снимать? Но я не удержалась. И мой супруг, он очень разумный человек. Я бы взяла большой размер, подумав, что если вдруг первый раз мне не зайдет, то я второй раз, третий попробую и уже оцениваю эффект. Он взял мне походный вариант. Это Traveling Size, маленький размер. И у меня есть подозрение, что здесь его на 1-2 раза не больше. Эта маска уходовая, очищающая, но она очищает верхние слои кожи, плюс питает и омолаживает. Она антиэнч маска. Эта маска не будет работать так, что вот эта маска схватит ваши все загрязнения и вытащит их вместе с магнитами. Нет, тут немного другой эффект. Эффект реально уходовый. И вот пока я сижу с этой маской, мое мнение и ощущение, вы сейчас увидите, как она наносится, как она по комфортности на лице. Смотрим. У меня на лице сейчас нет ничего. Я с утра просто приняла душик, сделала укладулю, потому что я готовилась к съемочке. Нарисовала брови, чуть-чуть ресницы, но чтобы вообще хватит вот этого вот всего, то, что высыпало тут на моем лице. Этого и так достаточно. Я и так уже красотка. Я знаю, для того, чтобы не попачкать свои волосы этой масочкой, я для начала начать надену бантик. Бантик у меня от Double Dare OMG. Я уже об этой повязочке рассказывала в новинках ноября, почему я ее люблю и вообще я бы ходила с ней вот зимой в такую погоду, как городская. Сумасшедшая, потому что, ну, посмотрите на меня. Ладно, не будем сейчас о бантике. Сама маска. У меня она от Dr. Brand. Это американский бренд. Что у нас есть? В коробочке. У нас есть такая вот классная коробочка в коробочке. Есть вот такая штучка для нанесения самой маски. Это пластиковая ложечка. Есть магнит. У меня плоский магнит, но если вы смотрите... А вы, конечно же, смотрели видео уже. Есть магниты такие с ручечкой, прям с ручкой магниты. У меня он плоский и сейчас посмотрим, удобно ли им работать или нет. И непосредственно сама маска. У меня это Traveling Size. Вот этого размера мне точно, кажется, хватит на раз на два именно. Поэтому я сейчас вместе с вами ее буду тестировать, потому что я боялась, что ее попробую, но закончится. Я вам ничего не рассказала, не показала. Давайте уже начнем. Есть крышечка и есть мембрана. Защитная. Прямо от меня. Открывайся. Серьезно, я думала, что она открывается вот в этой части. А она открывается просто сверху. Вот сама масочка, она вот такая вот. На вид она выглядит как грязевая маска. Как маска из черной глины. Но давайте все-таки я уже нанесу на свое лицо эту маску. А то я очень много уже наговорила. Я буду наносить вот этой самой ложечкой, которая есть в комплекте. Наношу я эту маску на все лицо, исключая зону вокруг глаз и вокруг ротиса. Слушайте, честно, не очень удобно наносить этой штукой. Я, пожалуй, возьму кисточку. Кисточка у меня от Double Dare для нанесения масочек. И я вот этой кисточкой сейчас. О, она много лучше. Я была права, расход у этой маски реально огромный. У меня осталось, может быть, еще на разок. То есть, этой баночки хватает всего лишь на два раза. Не очень прикольно. Может быть, конечно же, если бы я наносила ее пальцами. Либо же наносила тем самым ложечкой аппликатором. Расход бы был меньше. Но у меня есть подозрение, что от этой ложечки расход бы был еще больше. Наносится она комфортно. Но наносится она тонким слоем. Ее размазать будет сложновато. Она тогда начинает прямо плешивить. Я не уверена, хорошо ли вам видно. Но вот у меня в зеркало очень хорошо видно, что она прям реально плешивит. По своим ощущениям при нанесении она такая достаточно жирненькая, кремовая. И у меня есть ощущение силикончика небольшое на лице. Это маска очищающая. Эта маска скорее направлена на увлажнение, питание и уход. Эта маска анти-эйдж. Типа сделает вас помоложе. За счет как раз-таки того, что... Сейчас мы нанесли маску на основе железа. А сейчас мы еще потом сверху пройдемся магнитиком. И типа вуаля! Но ждем 10 минут. Я проходила свои заслуженные 10 минут с этой маской. Мне кажется, она стала еще пожирнее. Прям такая питательная масочка. И мне будет очень интересно, как она снимается. Потому что я пробовала только кусочек на своей руке. Когда она только-только пришла, я поняла, что ее мало. И расход у нее может быть большой. Один момент. Если у вас есть такая маска, и вы задолбались очищать магнит. Потому что первый раз, когда я попробовала на своей руке, я использовала голый магнит, и теперь эта маска очень туго снимается с магнита. Для того, чтобы этого не получилось у вас, и если у вас это уже получилось, вы думаете, как-каку, можно использовать либо плотный пакетик, либо завернуть его в пищевую пленку, чтобы потом эту пленку снять аккуратно, и все. Я буду использовать двойную салфетку и заверну в нее магнит. Только смотрите, чтобы ваша салфетка не лопнула. Этот прием я, честно, посмотрела у забугорных блогеров. О, кстати, вот тут чуть-чуть у меня на руках она была, и очень хорошо даже схватывается. Давайте попробуем, потому что на лице, на самом деле, я еще раз повторюсь, я ее ни разу не пробовала, и мне интересно. Честно, интересно, как оно. Очень прикольное ощущение. Создается впечатление, что я вытираю этой салфеткой свое лицо, но на самом деле нет, я почти не касаюсь. Местами я чувствую, как приподнимается моя кожа. Я понимаю, что голым магнитом все бы это работало лучше, но я не хочу ее потом отмывать. Прям я как это, как на уроке химии или физики. Такое ощущение, что я бреюсь с такой советской бритвой, знаете, которая с тремя бреющими головками электрической. Я, пожалуй, поменяю салфетку. У меня уже запачкалось. Давайте на прощание мы посмотрим, потому что я сейчас все это разрушу. У меня этот рисунок ассоциируется с лесом. И, кстати, такая елочка получилась. Кстати, отрывать ее от салфетки туго. И вот вы понимаете, что если у вас будет голый магнит, его еще сложнее будет очистить. Ну, давайте. Голый магнит прям очень хорошо схватывает эту маску. Намного лучше, чем через салфетку. Что ж, ради эксперимента. Помучусь, потом подмываю. У этой маски очень такой травянистый запах. Я не люблю такие запахи. Они у меня ассоциируются с каким-то немецким сбором от гастрит. Я не знаю, почему, наверное, потому что у меня в детстве был гастрит, и я пила такой сбор травянистый. Отвратительно. Вот так это выглядит, если снимать непосредственно магнита. Это прибудет со мной сила в попытках очистить этот магнит. Давайте поближе еще на мою кожу. Слушайте, очень жирная маска. Заметно молодильных свойств не прибавилось. Вот если так. Речь тоже никуда не исчезает. По ощущениям она очень жирная. Она как хороший питательный крем. Мне вот хочется протереть лицо от этой маски, потому что для меня она, ну, пипец какая жирная. И причем есть ощущение реально силикона. Прямо такого, я бы сказала, дешевого силикона. Даже какое-то такое ощущение. И мне очень хочется протереть лицо. Вот я прямо, знаете, я как сальцом умылась. Я допускаю, что эта маска хорошо сработает на обезвоженной, на сухой, на обветренной коже. Но для моей кожи это too much. Вот реально. Я пробовала обычные тканевые маски, привезенные из Пекина, которые вели себя намного круче. И увлажняли на несколько дней. В то же время не было ощущения вот этой сальности. А у меня реально сейчас есть ощущение социальности лица от этой маски. И если она очищает поры, то у меня есть подозрение, что если я сейчас ничем не протру лицо, то она может еще подзабить. И вот эти высыпания покажутся мне детским садом. Это лично мое ощущение от таких масок, потому что уже проверено на опыте. Я сейчас лицо протерла и заодно руки вытерла. Вот настолько она у меня жирная. Я бы поставила этой маске 4 Даши из 10, потому что наносится она прикольно. Расход у нее большой. Магнит снимает очень медленно. И получается, что я в принципе могла ее нанести, посидеть 2 минуты и начинать стирать. И вот как раз бы вот эти вот еще 3-5 минут догнала бы, потому что я снимала полвремени того, с которым я с ней ходила. Это не очень прикольно. Ну как-то вот это вот ощущение блинчика мне тоже не очень приятно. Поэтому я очень рада, что мой husband заказал мне только travel size, а не полноразмерный продукт. Потому что второй раз, финальный раз, я ее больше использовать не буду. Я вот лучше его намажу этой маской, чтобы он понял. А за сим я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok